Всем привет, на связи проект Maboo и в сегодняшнем видео я вам расскажу, почему Android-разработка является одной из самых понятных сфер в программировании, одной из самых понятных в плане изучения. И во-вторых, я, конечно же, даже не во-вторых, а в первую очередь вам расскажу про муки выбора, то есть то, с чем сталкивается каждый из тех, кто хочет стать в принципе программистом. Мы поговорим про такое явление, как мучение в плане выбора технологий, которые предстоит вам изучить. И, к сожалению, не знаю, это специально или не специально, но в современных технологиях как будто хотят всех начинающих специально запутать, чтобы вы сидели и не обучались чему-то, а именно думали, что же вам выбрать. И вот эти муки выбора у вас могут длиться даже не месяца, а могут быть годами. Поэтому это очень важная тема, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android-разработчиком и сделать это оперативно, качественно, на современных технологиях, вы уже устали изучать статьи, видео в интернете, не видя при этом существенного успеха, вы не понимаете, как правильно изучать Android-разработку, вы уже устали отбирать актуальный материал по Android-разработке, при этом не понимая, что применять, а что уже нет, вы хотите получить стабильную и высокооплачиваемую работу, или, например, вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке, или создавать собственные стартапы в сфере мобильной разработки, вы хотите пройти качественное обучение в личном формате с безлимитным количеством консультаций, или вы хотите, чтобы вас провели от уровня «Ничего не понимаю» до собеседования или выхода на рынок мобильной разработки, а также дали советы и рекомендации по старту карьеры, то тогда записывайтесь на обучение по профессии Android-разработчик. Ссылка на сайт, где вы сможете более подробно узнать об обучении, а также связаться со мной, есть в описании к этому видео. Также под видео есть ссылки для связи со мной напрямую. До встречи на обучении! Если мы зайдем с вами в сеть, ну давайте не с этого начнем, давайте с вами начнем с того, что существует, в принципе, три самых больших сферы, куда люди хотят пойти работать в плане IT, и эти три основные сферы, на которые в основном и обучаются. Это мобильная разработка, это фронт-энд-разработка для веба, и это бэк-энд-разработка. То есть, есть, да, еще геймдев, разработка игр, но она и стоит отдельным особняком, и туда не так много людей идут, хотя идут так же, но это все-таки совершенно отдельная штука. То есть, три основных сферы, мобильная разработка, фронт-энд-разработка и бэк-энд-разработка. Если мы с вами зайдем в самую популярную сферу, это фронт-энд-разработка, и поймем, и попытаемся понять, что же нам нужно изучить, для того, чтобы нам стать настоящим фронт-эндером, то сначала нам будет все понятно, потому что все предельно просто. Там одна и та же технология. Да, нет особого выбора. Нам нужно изучить язык верстки, HTML, нужно изучить язык стилей CSS, нужно изучить язык программирования JavaScript. То есть, вот здесь все как бы ровно, все понятно, у вас нет никаких мучений по выбору. Но потом, для того, чтобы писать современные приложения, вы не можете писать все это вручную. То есть, можете, да, с нуля писать, с чистого листа, но вы не будете востребованы как специалист. Вам нужно выбрать фреймворк. И тут начинается React, Angular, Vue, умсвет, светл называется еще. Их очень много. И многие начинающие, они путаются, что же ему изучать. Ведь если вы зайдете на сферу вакансий, то есть, вакансий фронтенд-разработчика, на сайт вакансий, то вы увидите, то одной компании нужен Vue, чтобы вы знали, а другой компании, особенно банковские, банки различные, нужно, чтобы вы знали Angular. И подавляющее большинство, вы увидите, все хотят React. Собственно, вот тут единственное мучение у вас будет по поводу выбора, это во фронтенде, это то, какой фреймворк выбрать. Ну и тут тоже более или менее все понятно. В основном, все идут изучать React. Тут со фронтенда более или менее понятно. Но мы открываем с вами бэкэнд. Вы хотите стать бэкэндером, то есть, разрабатывать сервер и базу данных для тех же веб-приложений. И вы задумаетесь, что же вам нужно изучить. В лучшем случае, вам начнут сразу советовать языки программирования. В худшем случае, вам скажут учить очень много теорий, связанных с сетью, с протоколами, с DNS, серверами, вот этого всего, с этим совсем. Вы, скорее всего, не заходите идти по этому пути, потому что это путь в основном для таких, скажем так, ботаников, заучек, подходит, которые очень любят теорию. Если вы чисто человек практичный, да, больше смыслите в практике, то тогда вас вот это все, весь подход, он вас просто замучает. И все-таки, с чего нужно начать? Нужно выбрать тот язык программирования, с помощью которого вы будете писать бэкэнд. И тут у нас на выбор PHP, Python, JavaScript, Java, Ruby, еще и Java, а, ну, JavaScript сказал. И непонятно вообще, какой выбор, и голова идет кругом, а потом вы смотрите, что все-таки выбрать, фронт-энд, бэкэнд, то есть, мучения по выбору технологии конкретные начинаются. Но, опять же, вы в этих мучениях можете сидеть месяцами, годами, потому что нет нормального ответа, никто по-нормальному не может ответить, что же все-таки выбрать. Но, так как я прошел этот этап давным-давно, я вам могу кое-что рассказать. Смотрите, если вы хотите разрабатывать бэкэнд для обычных веб-приложений, то лучше всего выбрать язык PHP. Если вы знаете фронт-энд, то есть, можете делать визуальную часть, и еще хотите научиться бэкэнду, то есть, делать сервер для этой визуальной части, или, возможно, вы хотите самостоятельно разработать свое веб-приложение, чтобы оно работало быстро и по-современному, то лучше выбрать в качестве бэкэнд-языка язык JavaScript. Хотя, он не был сделан как серверный язык, по факту, серверный язык единственный, который был сделан, по-моему, это PHP. То есть, если вы хотите просто писать и углубляться в бэкэнд, и писать бэкэнд именно для веб-приложений, и иметь работу в каждом регионе просто, то это PHP. Если хотите делать свой продукт, который будет вам, которым вы сможете разработать и серверную часть, и визуалку, то и фронт-эн, и бэкэнд, то однозначно JavaScript. Далее, если вы хотите писать какой-то софт серверный для крупных компаний, для Enterprise, то вам нужно выбрать язык Java. Ну, и также можно смотреть на язык Golang. Ну, по факту, вы, скорее всего, придете в бэкэнд писать софт для веба, да, в бэкэнд для веба. Поэтому, по факту, вам нужно выбрать либо PHP, либо JavaScript, Python, Django, Python есть, но там уже отдельная история, я не советую Python выбирать. Итак, мы выбрали с вами язык программирования, мы выучили этот синтаксис этого языка программирования, но когда вы закончите изучать язык программирования, вам нужно будет изучить следующие вещи. Такой язык запросов к базе данных как SQL и познакомиться с одной из популярных баз данных MySQL или Postgres. Ну, в принципе, тут выбора нету, тут все едино, ну, тут все понятно, тут одно направление, не с чего выбирать, но потом вам предстоит выбрать фреймворк. И когда вы будете только выбирать язык программирования для бэкэнда, то вы там уже поймете, что вам нужно будет писать с помощью фреймворка. И я думаю, что вы будете выбирать свой язык программирования из того, какой язык, какой фреймворк лучше в дальнейшем использоваться для разработки серверной части. И по факту вы будете сравнивать не языки программирования, которые стоит учить, а фреймворки. на PHP в основном это Laravel, хотя есть там и в Symfony, но сейчас Laravel. На JavaScript есть, во-первых, бэкэн JavaScript используется и разрабатывается на Node.js. И там используется есть Express типа библиотеки, да, ну, кто называет библиотеку, кто фреймворком называется. И еще есть Nest.js. Но тут дело в том, что по моему опыту я писал бэкэнты на PHP и писал бэкэнт на JavaScript. Легче и более приятнее пишется бэкэнт на JavaScript. Более современный язык. То есть вы видите муки выбора вас будет все равно беспокоить. Как первое мучение вас будет выбрать что фронт-энд или бэкэнд вы будете искать ответ и там не будете по-настоящему нормального ответа получать. Потом вы выберете одну сферу будет мучение выбора языка программирования на бэкэнде на фронт-энде мучения языка программирования не будет. И к этим мучениям выбора языков программирования подсоединяется другая проблема выбора фреймворка. Вы выбирать фреймворк вы будете выбирать язык исходя из того какой фреймворк хотите в дальнейшем использовать и вы будете выбирать фреймворк какой использовать исходя из языка то есть это все взаимосвязано и вот то что касается фронт-энд и бэкэнда это все очень там одни мучения в плане выбора технологий нет четко чтобы вам разъяснили это 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 идет вы непонятно что учить вообще и на этом фоне сфера мобильной разработки кажется почти идеальной потому что здесь все понятно тут по факту даже не из чего выбирать чтобы стать опять же я бы рассказывал на канале про андроид разработку первое мучение первое мучение будет у вас выбор между андроид и айос каким разработчиком стать хотите хотите работать в россии трудоустроиться выбираем андроид хотите разрабатывать свои приложения для российской аудитории выбираем андроид то есть все понятно выбрали андроид то есть в наших реалиях андроид более лучший вариант для запуска для того чтобы разрабатывать мобильные приложения выбрали какой язык раньше был спорт java котлин слава богу все уже как два года все это отошло и все уже знают что нужно писать исключительно на котлин то есть язык программирования котлин выбора фреймворка здесь нету у нас мы пишем на андроид да в андроид студию мы пишем на андроид сдк с помощью методов классов уже готовых которые уже заложены в андроид то есть по факту фреймворком у нас является андроид и да сейчас появляются новые подходы Jetpack Compose но он очень сырой его сейчас вы должны понимать что бизнес очень медленно внедряет новые технологии он внедряет эти новые технологии когда они наверное уже показали себя как стабильные в течение 10 лет поэтому Jetpack Compose можно рассматривать только как в свободное время что-то дополнительное не как основное то есть по факту мы все равно подходим к изучению обычного классического XML подхода и все собственно то есть идем выбираем все основные библиотеки которые опять же можете посмотреть у меня видео на канале есть что должен знать андроид разработчик я его каждый год выпускаю то здесь мучений по факту не было раньше были мучения опять же выбора языка его уже нет мучений нет то есть а если брать всю сферу программирования и вы такой который будет метаться с одной стороны в другую таким каким был я вы какие давайте посмотрим мучения вас ждут во первых мучения что выбрать мобильную разработку фронт-энд или бэк-энд вопросы большие очень сложно определиться между андроид и фронт-эндом очень сложно определиться просто сферы очень похожие очень сложно определиться тут многие советуют типа творческая личность выбирайте либо фронт-энд либо мобайл если не нравится HTML верст выбираем мобайл если не нравится маленькие экраны выбираем фронт-энд если хотим не любим вообще не верстать визуал вот эти кнопочки передвижения если не хотим получать данные и распределять их по вашей логике в приложении то выбираем бэк-энд если нравится лишь чисто хард-код писать кодом и не нравится этот весь визуал выбираем бэк-энд это обычно все советуют но дело в том что сейчас фронт-энд стал на максимально толстым раньше что такое фронт-энд вся бизнес-логика у нас на бэк-энде да а на фронт-энде мы просто рисуем внешний вид и получаем данные сейчас вся основная бизнес-логика уже выносится во фронт-энд и делается там наиболее эффективнее нежели на делалось на бэк-энде даже сейчас есть технологии которые фронт-энда можно бэк-энд заменить и очень часто даже такое мнение существует что спрашивают что важнее фронт-энд или бэк-энд но тут дело в том что фронт-энд без бэк-энда может существовать а бэк-энд без фронт-энда не имеет смысла поэтому фронт-энд даже я не побоюсь этого слова он важнее чем бэк-энд сейчас то есть много у вас мук выбора будет мучений во-первых какую сферу выбрать я вам сейчас это озвучу потом выбор языка в некий особенно в бэк-энде во фронт-энде такого уже потом выбор фреймворк выбор той или иной технологии то есть вы всегда будете думать или то или другое и заходя в эту сферу в сферу программирования нужно быть готовым к тому что вы получите постоянно думать что же вам выбрать и вот эти постоянные мучения у вас очень легко могут вызвать расшатывание вашего нервного состояния расшатывание вашего самочувствия даже привести к проблемам с сердцем и вообще к всей нервной системе поэтому к этому нужно относиться попроще и выбирать и выбирать смело я вам скажу такую вещь что вы не поймете что что вам выбрать какую сферу какой язык какой фреймворк пока вы сами не попробуете хотя бы это месяц да вы потеряете время но вы поймете что вам стоит это или не стоит это выбирать иначе если вы будете мотаться вы так года можете потерять ну в целом вот такую проблему решил осветить сегодня рассказать про муки выбора при изучении той или иной технологии в программировании ну а на сегодня у меня все с вами был проект Мабу до встречи на следующих эфирах всем пока до встречи Продолжение следует...